Их поставили предапостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма обнажалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились верой. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги, либертинцев, и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Гелитии, и Иоасии, вступили в спор со Стефаном. Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил кульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его, и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить кульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангелов. Тогда сказал предсвященник, так ли это? Но он сказал, ну же, братья и отцы, послушайте, Бог слава явился отцу нашему Брааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из раства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейски, поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на остопу ноги, а обещал дать ее во владение ему.